К другим темам. Оптина, пустынь, история и современность. Эту тему рассмотрели на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 200-летнему юбилею становления оптинского старчества. Церковно-общественный форум по благословению викария Святейшего Патриарха Архиепископа Егоревского Матфея состоялся в рамках десятых окружных рождественских чтений Юго-Восточного викариатства в Национальном исследовательском университете Московский энергетический институт. Рассказывает Эльвира Гордеева. Московский энергетический институт и Введенский монастырь Оптина, пустынь. Их дружба зародилась несколько лет назад, когда в 2020 году в рамках культурно-исторической программы по благословению архиепископа Егоревского Матфея группа студентов и преподавателей вуза побывала в благословенной Оптиной. Знакомство с размеренным укладом жизни введенских иноков. Погружение в исторические подробности восстановления Святой Обители. Душевные беседы с братьей. Здесь молитва Оптинских стартов. Если кто-то из вас не молится, вы читаете ее каждый день. Начните с этого. Для многих молодых людей, в большинстве невоцерковленных, та встреча оставила в душе глубокий след. Доброе начинание решили продолжить. И в ноябре этого года вновь по благословению владыки Матфея уже вторая группа студентов и педагогов вуза были радушно приняты в Оптиной. После чего возникла идея проведения в стенах МЭИ данной конференции. Уверен, что это будет интересно. И надеюсь, что это будет нашим скромным ответом и благодарностью на тот душевный, теплый прием, который наши студенты, аспиранты, сотрудники получили в Оптиной пустыне. В приветственном слове к участникам форума архиепископ Матфей подчеркнул, что сегодня в эпоху глобальных вызовов и потрясений, которые испытывает человечество, необходим соборный поиск путей их преодоления. Для решения таких серьезных вопросов нам, как верующим представителям части нашего народа, необходимо духовное видение происходящего, основывающееся на многовековом опыте церкви, ее знаний глубинных духовных корней всех мировых процессов. Наши предшественники всегда стремились в обители, где и обретали врачующий свет. Одним из наиболее ярких светильников православной Руси является Оптина пустынь. Наместник монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф свое выступление посвятил истории святой обители и ее роли в православном мире. Как выглядела Оптина пустынь 35 лет назад, тому, кто сегодня приезжает в монастырь, представить невозможно. Но я тоже был в этом монастыре как раз первый раз примерно 30 лет назад и застал, можно сказать, и уруины, которые тогда были. Сейчас монастырь, слава Богу, восстанавливается, большей частью уже восстановлен. Сейчас наша задача, конечно же, главная, это духовно мы должны воспитываться и духовно совершенствоваться. Свято-Виденская Оптина пустынь – благодатное место, куда каждый день стекаются сотни паломников со всех концов необъятной русской земли. Раньше богомольцы, собираясь в обитель, говорили – еду в Оптину за опытом. Это значит, что люди, устав от бесконечных забот и проблем, приезжают сюда в надежде изменить свою жизнь и обрести душевный покой. До революции в России было 1050 монастырей, 1050 из них половина женских, половина мужских. Но именно в этот монастырь, именно в эту обитель приезжают люди с мировым именем. Кто? Гоголь, Достоевский, Толстой, в наше время Белов, Саваухин, Распутин, Солженицын. Мало того, когда президентом был Медведев, и он тоже был, спрашиваются, а что им не хватало? Люди читали книги сейчас, самые переводимые на все языки мира, вот Федор Михайлович Достоевский. Зачем он поехал в обитель? Что он там искал? Что ему не хватало? Ему не хватало мудрости, не хватало смысла. Участникам конференции был представлен неигровой фильм «Оптинская летопись» автора и режиссера Игоря Еринских, снятый по благословению патриарха Алексея II. Работа над фильмом велась в течение 16 лет. К него вошли уникальные архивные материалы периодов запустения, восстановления и возрождения монастыря. В ходе конференции было заслушано несколько докладов студентов московских вузов по теме дискуссии. В завершении состоялся концерт.